В то время, когда большинство мурманчан уже позабыли, что такое мыться в тазике, жильцы 28-го дома на Папанино до сих пор пользуются этим старым и проверенным методом. Правда, не по собственной воле. Любовь Юсупова живет здесь с 76-го года. Женщина говорит, что до этого лета серьезных проблем с горячей водой не было. Такое чувство, что мы живем в 21 веке. Воды горячие с августа месяца нормально нет. Она периодически была ржавая, чтобы было у меня ребенка не накупать, ничего не сделать. Холодная вода, потом горячую воду отключили вообще нам. У меня маме 93 года. Она вдова ветерана войны. Она еле ходит уже. И, естественно, проблема помыться. Даже проблема, когда горячая вода есть. А когда горячей воды нет, значит, приходится греть большой объем воды. Полностью отключили горячую воду в доме две недели назад. Да и с холодной дела обстоят не очень. Эту воду я наливала, пропускала три часа воду. И она как отстояла, это получается, как уже хорошая вода. Мы воду пьем. А это вот в магазине вода я покупала. Я покупаю в магазине воду, потому что желудок уже не выдерживает. Покупать воду в магазине приходится не только для себя. У Надежды Власова есть большой аквариум. За один раз женщина заливает туда не меньше 14 пятилитровых бутылок. Выходит, около тысячи рублей. Ну, раз в месяц мы меняем воду. Рыбы тоже жить хотят. Жильцы не раз обращались в управляющую компанию с требованием решить проблему. Но коммунальщики открещивались. Мол, ваш бойлер находится в соседнем доме, а мы его не обслуживаем. 30-й дом действительно и отапливает, и снабжает горячей водой 28-й. Это общежития железнодорожников. И чтобы прояснить ситуацию, мы обратились за комментарием в РЖД. В настоящее время система теплоснабжения в здании ремонтируется, заказана. И в течение ближайшей недели будет получено необходимое новое оборудование. Идёт подготовка к его монтажу. Завершить работы планируем до конца месяца. Благо цивилизации скоро вернутся в квартиры. Но ближайшие две недели без тазиков, похоже, не обойтись. По крайней мере, у жильцов появилась надежда, что в истории, наконец, будет поставлена точка. Лада Егорова, Илья Бояркин, ТВ21+.